Жизнь для этих людей – постоянная борьба. Борьба за право быть такими, как все. Но редкие генетические заболевания ставят определенные ограничения и вынуждают держаться особняком. С каждым годом число таких пациентов растет. Вот некоторые цифры. В 2011 году только шестеро детей по всей стране страдали мукополисахаридозом. Это когда у ребенка наблюдается задержка в росте и в умственном развитии. Сегодня их уже 39. Мои коллеги встретились с людьми, которым приходится жить с редким генетическим заболеванием. Кадыржану из Павлодара 13 лет. Он, как все дети, ходит в школу, с 5 лет занимался спортивной гимнастикой. Только от обычных детей его отличает редкая болезнь – муковисцидоз. Это наследственное заболевание приводит к хроническому воспалительному процессу в легких. Поэтому мальчик ежедневно поднимает лекарства, чтобы уберечь себя от инфекций. Только стоимость этих препаратов для родителей не всегда подъемная. Мы всегда боимся, что он заразит от кого-то, потому что иммунитет слабый. Соответственно, вот эта вязкая среда, она образуется в легких. Она благоприятствует развитию бактерий. Какие-то медицинские препараты, вот тот же Крион, какие-то антибиотики, ну, недорогостоящие, скажем так, нам выделяют государство. Что касается уже реабилитации, там, пульмозин, такие препараты, которые стоят по 50-40 тысяч тенге. Есть, которые по 150 тысяч тенге стоят. На сегодняшний день мы вынуждены покупать. За 20 лет с таким диагнозом выявили 13 пациентов. Пятеро из них дети, и это только в Павлодарской области. В Казахстане для них нет специальных реабилитационных центров. Все получают необходимое лечение в стационарах. Четырехлетней Ясмине страшный диагноз поставили практически сразу же после рождения. Малышка попала в больницу с выраженными симптомами бронхолегочной патологии. Болеем часто. Да, в год два раза ложимся в больницу. Вот, переохлаждаться нельзя. Болеет она с двухмесячного возраста. Как сказать, были очень сильные каши, одышка. Еще 10 лет назад казахстанские медики могли выявлять эти болезни только на стадии прогрессирования. Для более ранней диагностики не хватало ни знаний, ни технологий. Теперь врачи прошли обучение, их оснастили всем необходимым. В областной детской больнице Павлодара установили специальный аппарат «Нанодак». Он как раз и позволяет выявить муковисцидоз на самых ранних стадиях. Плюс этого аппарата не только в том, что он проводится за несколько минут, но и упрощает весь процесс, особенно младенцам. Раньше мы проводили этот метод обследования с помощью нагревания тепловой процедуры, нагревания парафином, что это удалось нам трудно, и дети переносили немножко тяжело. «Нанодак» выявляет и самые сложные аллергические заболевания, например, бронхиальную астму. Сегодня в Павлодарской области ей страдают больше двух тысяч детей. По словам врачей, число пациентов с таким диагнозом постоянно растет. Сложность в том, что эту хроническую болезнь очень трудно выявить у детей раннего возраста. В последующем, где-то с трех до шести лет, идет дебют уже респираторных заболеваний, как бронхиальная астма, как респираторные аллергозы. Проявляется бронхиальная астма у детей – это приступы мудушья, одышками, приступообразным кашлем. Но эти проявления необратимы. Чем они характерны для бронхиальной астмы? Существует сложность, особенно в детском возрасте, диагностировать эту бронхиальную астму. Симптомы бронхиальной астмы схожи с рядом других патологических заболеваний, как, например, врожденные пороки развития легких, сердца, первичные иммунодефициты и муковисцидоз. Сегодня у медиков есть нужное оборудование для ранней диагностики. Главное, чтобы родители не оставляли все на самотек. При любых подозрительных симптомах стремились перестраховаться и спешили к врачам.